Здравствуйте, уважаемые зрители! Решил зайти на страницу Маргариты Симонян, что она пишет о событиях в Казахстане. Ну, сейчас я вам зачитаю последние новости, как она видит эти события. Алмата яростно отбивает атаки организованных террористических банкформирований, сообщает нам из Казахстана. Подождите, что это за знаменитые казахские террористы? Кто-нибудь о них раньше слышал? Нет. Они, со всей очевидностью, все время-то были и готовились. Организованные террористические банкформирования не возникают в одну ночь и даже в один год. Как можно было прозевать? Прозевать подготовку тысяч людей, способных обезвредить полицию, армию, захватить аэропорт, оружейные склады. Как? Все спецслужбы были заняты отломом русскоязычных активистов. Террористов. Хороший урок. Всем по перемертру. В общем, она сама не понимает, откуда взялись 20 тысяч так называемых террористов, которые объявил Такаев. Просто люди вышли против этой власти узурпаторской, диктаторской и решили поменять порядок, сказать, власть сменить в Казахстане. Ну и Симонян даже не дозревает. Как это так? Они могли подготовиться быстро, собрать 20 тысяч человек, боевые группировки, и вдруг пошли в атаку, и никто не знал. В общем, Симонян тоже в шоке. Ну и вот еще Симоняновские эти каналы сообщают, что армянские военные в Казахстане красивые, а среди них даже есть женщины. Честно сказать, я не понял, откуда может быть среди этих миротворцев, которых прислал армян, еще женщины там взялись. В Алма-Ату прилетел армянский контингент ДКБ. Все красивые, нарядные. Интересно, что в строю присутствуют женщины, что весьма нестандартно, но приятно. Откуда там эти женщины взялись? Ну, об этом пишет канал РТ. Вот там какие-то фотографии, мол, еще какие-то женщины там сфотографированы. Да, в Алма-Ату прилетел этот типа контингент, типа спецназа такого у них там армянского, или как его назвать. И там уже несколько женщин. Несколько, вернее, уже там человек 30, я понял. Армении, напомним, направило в Казахстан более 100 военнослужащих для участия в миротворческой операции, в составе сил организации договора коллективной безопасности. Ну да, 70 было мужчин, а значит 30 женщин еще направили. А что там будет женщины делать, мне интересно. Когда там стрельба и убивают, и мужчинам там не так легко, а женщины, чем они там заниматься будут в этом Казахстане, я лично вообще не понимаю. Ну вот, в Казахстане уже приняли, как сказать, группу армянских военных, и в соцсетях высмели армянских военных в Казахстане. Вот фотографии, сейчас посмотрите. Армянские миротворцы, да, отправились в Казахстан, сообщают пресс-службы Министерства обороны Армении на основе четвертой статьи договора коллективной безопасности ДКБ на ограниченное время в рамках состава миротворческих сил. Ну вот, уже написано, да, 100 человек. Вот фотографии, как раз вот эти армянские военнослужащие загружаются, вот у них типа на спинах должны быть бронежилеты, как бы, ну, на случай, если начнут на них стрелять, но оказалось, что, я не понял, они, эти бронежилеты, без пластин, как бы, ну, должно быть, да, пластины, чтобы, ну, все-таки там, предохраняют от пули, от ранений. В армянском сегменте стальных сетей широко обсуждается фотография, на которой армянские военнослужащие загружаются в самолет для отправки Казахстан. Внимание пользователей привлекло то, что на армянские солдаты надеты бронежилеты, беззащитных пластин, без которых бронежилет фактически свою функцию не выполняет. Ну, да, зачем бронежилет, если пластин нет? Смех пользователей также вызвала бейсбольная бита, которую захватился бы один из армянских военных. А где у него бита, я не понял. А зачем ему бита, там, если он с автоматами? Что он думает? Битый будет отбиваться. Да, юмористы, конечно, эти армянские военные сбитыми едут воевать в Казахстан. Вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.